Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня мы продолжаем наши беседы на портале экзегет по книге «Откровение Анна Богослова». И сегодня мы будем читать 18 главу этой книги, которая начинается словами «После сего я увидел иного ангела, сходящего с неба, имеющего власть великую, земля осветилась от славы его». Беда Достопочтенный дает такой комментарий. Этот сильный, озаряющий землю ангел может символизировать и самого воплощенного Господа, то есть Христа и учителей Церкви, отцов Церкви, что, исполнившись небесного света, проповедуют о конце мира, говоря, приблизилось Царство Небесное. Такое толкование дает беда Достопочтенный. И когда мы беседовали о трехангельской вести, мы видели там движение ангела по небу, который нес в руках вечное Евангелие. Именно Христос начинает проповедовать Святой Евангелие. Он и есть смысл евангельского благоествования. И потом отцы Церкви, учителя Церкви, они продолжают эту проповедь. И земля действительно осветилась от славы евангельского благоествования, когда многие племена и народы обратились в веру Христову. И второй стих. И воскликнул он сильно, громким голосом говоря, «Пал, пал Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птицы, ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы». Здесь падение Вавилона и великой блудницы, которая яростным вином блудодеяния своего напоила все народы, это как бы одно и то же действие, одно и то же событие. Архиепископ Аверкий Таушев, известный исследователь Апокалипсиса по святым отцам, дает такое объяснение этому стиху. Некоторые толкователи полагают, что этот Вавилон действительно будет какой-то громадный город, мировым центром, столицей Царства Антихриста, который будет отличаться богатством и вместе с тем крайней развращенностью нравов, чем вообще всегда отличались большие и богатые города. Владыка Аверкий повторяет мысль многих святых отцов, что в каждом поколении христианской истории есть свой доминирующий Вавилон – лукавая политическая система и свой доминирующий Египет – оккультно-псевдорелигиозная лукавая политическая система. И неизбежное падение Вавилона и крах идеологии Великой Блудницы – это то, что неизбежно. Великая Блудница, она представляет идеологию Вавилона. И мы говорили уже о том, что Блудница – это неверная жена. Это жена, которая не сохранила верность своему жениху. Ведь когда-то весь Западный мир и Западная Европа, да и Северная Америка были вполне христианскими землями. Но постепенно происходит расцерковление, и они превращаются как бы в некую противоположность. И хотя имя Христа как бы благовествуется, но это уже не тот Христос, не Христос Евангелия, не Христос то, как его понимали святые отцы, как апостол Павел пишет, что будет иное благовествование, то есть иное Евангелие, которого не знала церковь. Ведь сам Антихрист будет представлять из себя иного, другого Христа. Антихрист – это обманщик, который будет имитировать собою Христа. Естественно, при нем будет вот эта Великая Блудница, церковь – имитация всемирная, которая как бы всех объединяет, всем обеспечивает необходимое благо. Но конец всего этого ужасен. Пророк Исаия, 21 глава, 9 стих, он описывает участь исторического Вавилона, что действительно там будут косматые бесы прыгать. И духовный Вавилон, Вавилон как царство, как столица планетарного значения, рано или поздно это все будет разрушено, когда и сама идеология, вот эта лжецерковь, она потерпит урон, и чистота православия будет сохраняться очень немногими людьми. И мы на это уже обращали внимание, ибо сам Христос говорил, придя на землю, Сын Человеческий обрящет ли веру на земле. Дух модернизма, либерализма, он будет врываться в разные христианские сообщества, и сейчас уже наша Церковь, Русская Православная Церковь Московского Патриархата, отказывается от диалога с некоторыми христианскими сообществами Запада, которые слишком далеко зашли в своих экспериментах, которые вводят и женское священство, сторонники однополых браков, эвтаназии и так далее. И далее мы читаем о реакции богатых людей этого мира на гибель Вавилона и гибель этой идеологии вавилонской блудницы. И цари земные любодействовали с нею, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее. Конечно, они будут переживать, ведь Царство Антихриста – это будет экономический проект, как и лже-религия Антихриста с имитацией Христа. Это тоже будет некий экономический проект, который должен будет заинтересовать людей бизнеса, людей политики, людей искусства. И они как бы участвуют в процессе воссоздания всей этой системы. Сказано, цари земные любодействовали с нею, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее. И смотрите, какое объяснение нам предлагает епископ Примасий, Годруметский, древнехристианский экзегет, на которого часто не то чтобы ссылается, но от которого отталкивается именно Андрей Кесарийский. Здесь имеются в виду три рода греха, а также упоминается такое же число людей, которые были совращены ими. Речь идет об алчности, которая, по словам апостола, также названа идолослужением, распущенности под именем блудодеяния и обжорства под именем роскоши. Господь предостерегает от этого, говоря, смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягощались объедением и пьянством. А здесь цари, мировые правители, президенты, главы банковских конфедераций и купцы бизнес-планеты. Все они сделали свой капитал на этом проекте Антихриста, и сейчас они чувствуют, что всему этому приходит конец, потому что голос уже прозвучал, пал, пал, пал Вавилон. Великая блудница сделалась жилищем бесов. У пророка Исаия они называются косматые. И далее мы читаем четвертый стих. «И услышал я иной голос с неба, говорящий, выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее». То есть народ Божий призывается к тому, чтобы выйти из любых контактов, из любого соприкосновения с вавилонской блудницей и покинуть Вавилон. Конечно, народ Божий не мог бы принимать участие в идеологии Антихриста и в идеологии этой вавилонской блудницы. Но косвенно они могли быть заинтересованы в каких-то коммерческих проектах, которые и создаются, чтобы, втянув нас в эти коммерческие проекты, сделать нас зависимыми и растлить наше целомудрие веры. И это очень опасно. Поэтому божественный призыв, выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее, то есть не разделить участие этой лукавой системы вещей, а участь этого гибнущего Вавилона, последнего Великого Вавилона, она будет ужасна. Кесарий Арский писал, в этом месте Иоанн показывает, что Вавилон делится на две части, потому что в то время, как уповающие на Бога обращаются от зла к благу, Вавилон разделяется, и эта часть, которая отделилась от него, становится Иерусалимом. Ведь ежедневно люди переходят из Вавилона в Иерусалим, и из Иерусалима возвращаются в Вавилон. Пока и злые обращаются к благу, и те, кто оказались в лицемерии праведными, открыто проявляют себя во зле. Наконец, о благих людях через Исаию также говорит Писание, выходите, выходите из среды их и не касайтесь ничего нечистого. выходите из среды его и отделитесь, носящие следы его. То есть мы должны дистанцироваться от идеологии Антихриста, от тех коммерческих предложений, которые будут предлагаться христианам последнего времени. И вот этот последний комментатор очень интересно показывает нам, что человек может переживать и свой собственный Вавилон, когда он растлевает чистоту православной веры, и свой собственный Иерусалим, когда, раскаившись, возвращается ко Христу и в лона Святой Матери Церкви. И далее мы читаем, «И слышал я иной голос с неба, говорящий, «Выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее, и не подвергнуться язвам ее, ибо грехи ее дошли до неба, и Бог воспомянул неправды ее». Здесь повторяется тема о том, что связь с вавилонской великой блудницей, с самим Вавилоном, означает, что те, которые не прекратят эту связь, они разделят печальную участь Вавилона. Андрей Кесарийский пишет о том, что мы должны проявлять именно поспешность, оставляя места, которые прокляты Богом, чтобы нам не оказаться на положении семейства Лота, которых ангелы буквально силой выводили из гибнущего Содома. И далее мы читаем 6-7 стих, «Воздайте ей так, как и она», то есть вот эта великая блудница, это ложная идеология Антихриста, его лжерелигия, «воздайте ей так, как и она воздала вам, и вдвое воздайте ей по делам ее, в чаши, в которой она приготовляла вам вино, приготовьте ей вдвое, сколько славилась она и роскошествовала, столь воздайте ей мучений и горести». Здесь немного непонятно, к кому относятся эти слова, то ли к верующим, которые должны просто покидать всемирный Вавилон, им казалось бы, не до этого, то ли к ангелам, которые могут и должны изливать Божий гнев на нечестивцев. Но, может быть, это означает и одно, и другое. Андрей Кесарийский пишет, это говорится или к неповинным, претерпевшим много зла от правителей того города, потому что они своим терпением, скорбей, служат причиной большего наказания своих мучителей, или же этими словами указывается на переход к другим лицам, то есть от наказываемых к наказывающим святым силам, которые за любви к Богу и обиды, нанесенные рабам его, считают за собственное. Чаша называется сугубой или потому что грешники и нарушители закона подвергнутся страшному наказанию в жизни этой и будущей, вот почему это сугубая чаша, или что вместе будут мучиться душа и тело, тех, у которых общее деяние или же потому что наказание за грехи будут не только внешние, но и внутренние в виде угрызения совести. То есть понимание Андрея Кесарийского, этот призыв воздать нечестивой системе вещей, он больше обращен к небесной церкви святых, которые действительно с ангельским воинством могут обрушить свой гнев, молитвенный гнев против этой лукавой системы вещей, и в начале апокалипсиса мы видим, как из-под жертвенника убиенные мученики вопияли, доколе, Господи, доколе не мстишь за кровь нашу. И далее, 18 глава, 7 стих, «Ибо она», то есть вот эта великая блудница, говорит в сердце своем, «Сижу царицей, я не вдова и не увижу горести». Почему она говорит, что она не вдова? Этим самым она как бы говорит, что у нее есть жених. Жених – это Христос. Но эти люди не заметили того, что они давно уже отрешены от Христа, и Христос отрешен от них, и они служат антихристу, а не Христу. Это иллюзия, когда она говорит, «Сижу царицей», то есть царствую, «Я не вдова и не увижу горести». Почему они говорят, что они не увидят горести? Ведь Христос обещал, что врата ада не одолеют церковь. Но эти люди давно перестали быть церковью, последовав за антихристом. И таких мы видим даже на страшном суде. В Евангелии от Матфея они описаны, такие лжехристиане, которые будут спорить с самим Христом и говорить, «Господи, Господи, не Твоим ли именем мы пророчествовали, не Твоим ли именем бесов изгоняли?» И тогда Господь им скажет, «Отойдите от меня, делающие беззаконие, я никогда не знал вас». То есть их уверенность, она будет всецело разрушена. И мы читаем далее, как некий приговор, «Зато в один день придут на нее казни». Вот за эту самоуверенность. «Смерть и плач и голод и будет сожжена огнем, потому что силен Господь Бог, судящий ее». Андрей Кисарийский пишет, «Один день указывает или на внезапность и краткость времени, когда от меча, голода и язвы на этот город сойдет плач, на этот Вавилон, и разрушение, сожжение огнем или же на течение того дня, в который пострадает этот город по предусказанному». Ну, конечно же, речь идет не о том, что камни пострадают, город, как собрание зданий. Прежде всего, те, которые не покинут Вавилон и будут по-прежнему исповедовать идеологию Вавилонской блудницы и ждет наказание. И 9-й, 10-й стих. «И восплачут, и возрыдают о ней, о великой блуднице, цари земные, блудодействовавшие и раскошествовавшие с нею, когда увидят дым от пожара ее». Здесь с образа блудницы мы как бы переходим к образу горящего города. «Стоя вдали из страха мучений ее и говоря, горе, горе тебе, город великий, город Вавилон, город крепкий, ибо в один час пришел суд твой». И Андрей Кисарийский пишет, «Мы думаем, что царями земными называются начальники, как и псалмопевец сказал об Иерусалиме, все князи его собравшиеся, то есть правители, президенты, диктаторы, может быть, какие-нибудь цари, короли, королевы, герцоги, представители разных каких-то организаций, экономических, политических, спортивных, да каких угодно, которые все участвовали в этом бизнесе, все причастны к идеологии Вавилона». И далее 11-12 стих, «И купцы земные восплачут и возрыдают о нем, потому что товаров, потому что никто уже не покупает, товаров золотых и серебряных, и камней драгоценных, и жемчуга, и вессона, и порфиры, и шелка, и багреницы, то есть начинается какой-то социальный кризис, когда люди оказываются неспособными покупать не то, что какие-то роскошные вещи, но даже и самые необходимые». И далее. «И всякого благовонного дерева, и всяких изделий, и слоновой кости, и всяких изделий из дорогих дерев, из меди, и железа, и мрамора, корицы, и фимиама, и мира, и ладана, и вина, и елея, и муки, и пшеницы, и скота, и овец». Сначала говорится об очень дорогих вещах, потом мы видим, что кризис социальный усилится настолько, что даже купить масло, елей, муку, пшеницу, скот, овец станет не так легко. И у пророка Исаии мы находим пророчества о последних временах, что будут строить большие высокие дома, но никто жить в них не будет, потому что люди окажутся неспособными приобретать для себя эти жилища. И далее говорится, и коней, и колесниц, и тел, то есть средства передвижения станут недоступны, наверное, когда начнутся ужасные катаклизмы, то весь транспорт остановится, человек не сможет позаботиться даже о своем теле, и тел прочитали мы, потому что все придет в хаос, и никто не сможет защитить даже самого себя. У пророка Исаия говорится, что люди будут скрываться в расщелинах скал, то есть в каких-то бомбоубежищах, и там прятаться от гнева Божия. И далее мы читаем, и душ человеческий, и плодов угодных для души твоей не стало у тебя, и все тучное, и блистательное удалилось от тебя, ты уже не найдешь его. То есть эта лжеидеология уже не может уловлять человеческие души своим обманом, потому что они не выглядят слуги Антихриста как преуспевающие, богатые, счастливые, они сами оказываются на положении изгоев, потому что дьявол ненавидит прежде всего тех, которые служат ему и следуют за ним. Святых он трепещет, Бога боится. и далее мы читаем торговавшие всем сим, обогатившиеся от нее, мы уже определились, от нее имеется в виду и Вавилон, и блудница, станут вдали от страха мучений ее, гибнущей этой лукавой системы, плача и рыдая, и говоря, горе, горе тебе, великий город, одетый в весон и порфиру, то есть имеющий как бы царственное величие, как столица планетарного масштаба, и багреницу, украшенная золотом и камнями драгоценными и жемчугом, ибо в один час погибло такое богатство. То есть все эти регалии, они теперь обесценены, они не представляют никакой ценности. И все кормчие, и все плавущие на кораблях, и все корабельщики, и все торгующие на море стали вдали, они покидают это место. Может быть, поднимается океан, и этот очередной Вавилон просто покрывается водами, и спасаются люди на кораблях, которые некогда делали бизнес в этом городе. Например, может быть, он был похож на Нью-Йорк, стоящий на берегу океана, или на какой-то другой город, и этот последний Вавилон покидается и бросается всеми. И все торгующие на море стали вдали, и, видя дым от пожара, ее возопили, говоря, какой город подобен городу великому, и посыпали пеплом головы свои, и возопили, плача и рыдая, горе, горе тебе, город великий, драгоценностями которого обогатились все имеющие корабли на море, ибо опустел в один час. Обогащались те, которые имели корабли на море, то есть, которые перевозили товары с места на место. И давайте посмотрим объяснение Кесария Арльского. Когда бы дух не говорил об обогатившихся от Вавилона, он указывает на изобилие грехов. Разве город облачается в весон и порфиру, а не люди? Поэтому они оплакивают себя, пока их грабят упомянутые выше. Разве все корча и корабельщики и всякие торгующие на море смогут присутствовать, чтобы увидеть пожар одного города. Но говорится, что все любящие, дольний мир и творцы неправды боятся за себя, видя крушение своей надежды. И в то же время далее произносятся слова «Веселись о сем небо и святые апостолы и пророки, ибо совершил Бог суд ваш над ним». Над этим городом, если хотите, над этой системой, над этой планетой, где угнетали верующих в Иисуса Христа, где само имя Христова было ненавистно. И теперь, когда эта система уничтожается, мы испытываем чувство облегчения, радости и веселья. Беда достопочтенный пишет, «Так и Господь в Евангелии, когда предсказывал гибель мира, прибавил, когда же увидите, что это сбывается, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши». Это Евангелие от Луки 21-28. «То есть возвеселитесь сердцем, ибо совершил Бог суд ваш над ним». Это тот суд, которого искали души святых, вопиющие громким голосом, «Доколе владыка святый и истиной не судишь и не мстишь живущим на земле и за кровь нашу». То есть радость и веселье завладеет многими и многими сердцами. И далее. «И один сильный ангел взял камень». Вот здесь сейчас будет рассказываться о том, как стремительно погибнет царство Антихриста. «И один сильный ангел взял камень, подобный большому жернову, и поверг в море, говоря, с таким стремлением повержен будет Вавилон, великий город, и уже не будет его. И голоса, играющих на гуслях, и поющих, и играющих на свирелях, и трубящих трубами в тебе уже не слышно будет, не будет уже в тебе никакого художника, никакого художества, и шума от жерновов не слышно уже будет в тебе, и свет светильника уже не появится в тебе, и голоса жениха, и невесты не будет уже слышно в тебе, ибо купцы твои были вельможи земли, и волшебством твоим введены в заблуждение все народы, и в нем найдена кровь пророков и святых, и всех убитых на земле. То есть, как камень огромной силой погружается в воду с бостротою, так быстро рухнет эта система, и все художество, все эти кинофестивали, все эти массовые какие-то мероприятия, все эти карнавалы полуголых людей, все это прекратится, не будет голоса жениха и невесты, проповедь Евангелия закончится, диалог христиан, церкви со Христом, это уже будет в другом месте, это уже не слышно, а купцы-торгаши, которые стали вельможами этой земли, которые сделали бизнес на идеологии дьявола, и те, которые волшебством, оккультными действиями водили в заблуждение народы, все это повержено во мрак и тишину, как камень тяжелый, упавший на дно, находится во мраке и тишине морской пучины. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова